Праздник Ивана Купалы День Ивана Купалы – древнейший славянский праздник, который корнями ходит еще в язычество, отмечают его и в 21 веке. Знаток русской старины и обычаев Наталья Васильева облиться успела с утра, а затем надела красивое платье. 7 июля – это еще и день плодородия. Одевали красные бусы, желтые – это всегда и яблоки, и овощи, репа. Синяя – это символ воды, цветы – это все плодородие, расцвет, красота, лето. И ромашки, и дельфиниумы здесь, и ломоносы. Венки – еще один символ Ивана Купалы. С их помощью гадали и продолжают гадать на женихов. 7 июля в целом окружено повериями, соблюдать которые идут к природе. Оббегать ногишом ржаное поле, чтобы выйти замуж, собирать букеты здоровья, искать папоротник – гарант власти и достатка – и купаться. В ночь на 7 июля вода считалась целебной и очищала от всякого рода болезней и бед. В современности людей к воде тянет не только ночью, но и днем. Правда, сегодня погода прохладная, но кое-кого это не отпугнуло. Самые смелые сегодня здесь, резвятся в воде. Причем, по примете, сегодня принято не только обливаться, но и обливать встречного. Такое насильственное очищение. И обижаться на это нельзя. Ну а здесь обижать некого. Пляж пуст. Зато те, кто не побоялся, уверены, им воздастся здоровьем. Мне уже 68 лет, и многим участникам тоже уже, они не молодые. Но, вместо тем, они бодрые, веселые, жизнерадостные. Мы круглый год в воде. Нам это как допинг хорошего настроения и здоровья. Кстати, похолодание, дождь в этот день прогнозирует и народный календарь, если ваше купание останавливал этот фактор. Впрочем, мужчинам стоит быть осторожными. Вдруг вас русалка утащит. 7 июля верили на Руси. Возможно, и такое. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.